всем привет дорогие друзья и вы находитесь на канале огород без правил мы пришли с вами в нашу пленочную тепличку балаганчик которая сделана из таких металлических прутьев толщиной наверное полтора сантиметра или 15 миллиметров кому как удобней и сегодня мы хотим приступить посеву нашей зелени на рассаду сеять мы будем редиску базилик рукколу редиску в общем все семена которые у нас имеются больше их количество сегодня мы будем сеять потом тут есть всякие такого вида салатики очень-очень много всего давайте все по порядку как говорится если посмотреть на меня да вот сейчас я отойду подальше это называется без штанов но в шляпе я сейчас нахожусь в шортах пришел мне конечно стало жарковато сейчас буду раздеваться чтобы приступить посеву ну перекапывать землю мы не будем потому что она нас перекопано подготовлено с осени есть все и подготовил было закрыто все мульчой но сейчас я эту мульчу взял сгреб в промеже потому что в промежке сыровас то сегодня у нас 4 апреля если посмотреть на улицу сейчас я разверну камеру вот то есть снега еще очень и очень много просто если посмотреть на меня что я нахожусь в футболке и так конечно можно подумать что сейчас как минимум мае месяц сейчас я открыл здесь было под 30 градусов я щи дверь открыл чтобы мне тут не вспотеть особо сейчас у нас показывает 25 с открытой дверью солнце пригревает это значит сейчас самое время начать посев зеленушки вот если присмотреться то посаженный лучок у нас с осени начинает наклевываться но так как он был закрыт тоже мульчой солнце особо не пригревала к земле поэтому он особо и не вылазил сейчас я мульчу убрал солнышко тщательно будет нагревать землю и тем самым лучок тронется в рост так вот я уже начал делать двороски дуги установлены также с осени сейчас я когда все посею я уже начну накрывать пленочкой то есть помимо того что у нас пленочная теплица я еще дополнительно на эти дуги накрою пленочку чтобы ночью еще заморозки чтобы там оставалось тепло чтобы земелька не остывала за ночь чтобы в наша раз зеленушка с редисточкой быстрее наклюнулись и к майским праздникам мы уже ели вкусный салат сами бороздки делать не сложно у нас вот такая тяпочка берем вот так как проезжальничком таким оп туда-сюда вот так земелька заметьте мягенькая то есть не надо врываться в эту землю вот легонечко вот так прошелся углубил все бороздочка готова и так далее то есть даже не надо землю перекапывать тут она у нас перекопана у тесте с осени единственное что сложность будет в том что надо найти именно пленку которая была для рассада для этой теплицы эти кусочки может быть конечно на бане теперь хозяина нету спросить нам не у кого вот ходим как неприкаянные ищем но уже это продолжается поэтому как сеяли мы зелень как сажали огород так и будем продолжать то есть трудов жалко допускать конечно жалко все будем сажать тем более с нынешними ценами вот обычная капуста под 100 рублей подскочила лук недавно стоил 25 рублей сейчас уже стоит 50 то есть но без своего огорода сейчас прожить очень очень тяжело поэтому мы не будем запускать мы будем продолжать все сажать вот луночки у нас подготовлены сейчас вот с вами будем смотреть ассортимент который подготовила теща и сестра жены ну что помимо этой зеленушки мы еще сажаем зелень и в своей подогреваемой теплицы тут вот такой интересный редиск люква в сахаре такой я даже и не пробовал написано что скороспелые 20-25 дней на вид конечно очень очень замечательный какая-то капуста цветная snowball и marvel но обычно это видать то что было куплено когда-то обычно мы конечно сажаем капусту когда зелеза очень хорошо завязывает кочешки вот эти вот соцветия и достаточно вкусная редис жара но это дешевые такие ашановские пакетики вот еще жара самый конечно лучший мы также покупаем либо в обе либо в ашане когда едем санкт-петербург это редис ранний красный вот самый самый хороший хорошо завязываемый и также по моему не очень-то дорогие эти семена редис заря какой-то такой редис я тоже посеял у себя не знаю но ранее сажали но я говорю что самый лучший конечно это ну пробовать надо и другие сорта кучерявец одесский потом салат витаминный салатики мы очень любим особенно самую первую зелень капуста белокочанная амагер но такую я тоже не слышал это наверное у сестры жены накуплено она любит она у нас так сказать по зелени общественной капуста совойской вертю не знаю что обычно я говорю мы сажаем подарок по моему ланды геккер как-то так называется они на хранение и на раннюю редис розово-красный с белым кончиком опять же он и тут у нас руккола так культурная покер и диковина а что-то не вижу базилика базилика что-то нету не подготовили обычно также сеем еще и базилик сейчас еще какие-то тут семена не знаю что глянем вот еще какая-то редиска в 18 дней какая-то длинненькая такая тоже беленьким носиком просеем и это с наборов это по моему со светофора такие были вот заря начатый пакетик и краснодарская дура краснодарская не дура дура ладно вот такой ассортимент у нас на сегодня то что еще не будет не посеяно это как надо укроп еще найти семена где-то должны валяться этот базилик может быть еще какой-нибудь салатик подсеять но пока ассортимент на сегодня у нас вот такой но для высыпал первый пакетик это редиска ранний красный вот такие у нее семена сейчас будем сеять не совсем по одной семечке стараться достаточно реже ее раскладывать потому что благодаря этому вырастает большая сама редисина если посеять густо как в том году посеяли у нас девчонки до лена жени конечно же тут редиски было нам не дождаться и ели редиску которую я посеял у себя также в подогреваемой теплице то есть везде надо подходить ко всему с умом не раскладывать битком салат конечно да салат он выйдет то есть он на зелень а корнеплоды надо сеять конечно же пореже хотя бы сантиметра через два а то и три конечно у меня бывает там просыпется и побольше но все но я стараюсь насыпать достаточно редко то есть не надо 100 пакетов рассыпать возможно что даже не все семена у меня уйдут сегодня потому что смысла я в этом не вижу они у нас пойдут либо можно посеять будет на попозже это уже там на осень до на конец августа начало сентября либо оставить вообще лучше на следующий год уже редисочка которая посажена у меня в подогреваемой теплицы на той неделе она уже всходит достаточно так неплохо две редисочки я уже посеял ранний красный и клюква в сахаре сейчас буду сеять салат кучеряйца детский и потом следующий будет салат витаминный такой это по-моему пакетики рубля по два ну салат достаточно неплохой вырастает салат конечно посеять уже можно достаточно погуще например на пакетик уйдет у меня наверное на три на четыре бороздки салат их один посеяли теперь следующему витаминному приступаем то что я сейчас занимаюсь посевом именно в общественной теплице это конечно будет большой сюрприз для всех потому что они даже не догадываются что я этим сейчас занимаюсь потому что сейчас в моей подогреваемой теплице очень и очень жарко поэтому сейчас я занимаюсь посевом именно в этой теплице где можно раскрыть дверь посеял целую грядочку собираю сейчас теперь прерывать семена с помощью грабеля как немножечко легонько буквально сантиметрика полтора семян у наших хозяев приготовлено даже не на одну грядку поэтому все семена я конечно не посеял но если бы сеяли конечно девчонки семена бы ушли бы скорее всего все потому что они у нас такие садоводы любители вот получается 8 рядков получилось ранние красные редисочки это с одного только пакета учитывая что я считаю что даже я часто ее сажаю дальше пойдет 4 рядка у нас клюква в сахаре очень интересными что название очень понравилось не знаю что вырастет ее по рисуночку конечно очень красивая вот тут у нее 4 рядка дальше у нас пошел салатик 4 рядка это кучерявит одесский потом у нас в 4 рядка салат витаминный на эту грядку у нас после того когда мы съедим всю зелень у нас уже пойдет сюда баклажаны а на соседнюю грядку так как в тот год у нас здесь были перси пойдут на соседнюю грядку то есть такой небольшой севооборот сделаем так капуста у нас марвел сколько у меня один рядок получился ее немножко потом рукола диковина два рядка потом амагер амахер капуста такую конечно я не слышал но раз семена приготовлены значит посажена и капуста с собой какая-то вертюр что за вертюр не знаю мы вот сеяли обычно в андегекерах и подарок какие то там еще а цветную сеяли мы козу диризу она хорошо получается вот такие семена приготовлены такие у меня и подсеяны если захотят то еще возможных есть они подсеят уже то что доходит самостоятельно вот еще нет укропа и еще нету базилика вот как говорится кто ищет всегда найдет нашел пленку на сарае подготовлено все аккуратненько скручено веревочкой перевязано там два таких конечно не знаю какой из них точно сюда ну хотя бы я уже знаю где ее взять что за кусок а еще забыл сюда две дуги ну ладно грядочка накрыта семена посеяны излишки семян я собираю и убираю в пакетик семян тут еще на целую грядку это как минимум мы не планировали сажать две грядки зелени но хотя надо еще будет досеять укроп как я сказал ранее и этот базилик может быть лук на зелень я не знаю какие у них там планы ну а на этом я буду заканчивать свое видео кому понравилось не забываем ставить лайки писать комментарии а вам хочу пожелать хорошей погоды солнечного настроения и до новых встреч всем пока пока